Почти за 20 лет независимости стран бывшего Союза произошел огромный поток миграции русских из стран Центральной Азии. На сегодняшний день в Ферганской долине зафиксирован 0,1% русского населения. Журналист Томской телекомпании Денис Бевс побывал в самом сердце Центральной Азии и встретился с семьями, которые не смогли уехать в Россию или уехали и вернулись. О судьбах, историях и мечтах самых разных семей матерялись Ферганы. Ферганская долина, сердце Азии, минареты, священная гора Сулейман-Тоу, жара за 40 градусов в тени. И русские кладбища 21-го, 20-го, 19-го веков. По некоторым данным русскоязычного населения сегодня здесь осталось менее 1%. В тот период времени, когда Екатерина отправляла в азиатские земли, как раз попал и мой прадед. Он обосновался в Мирзаках. У него было очень много земли. Здесь земли были свободны. И они эти земли осваивали. Сады выращивали. Особенно в Кандаве там яблоки были первоклассные, душистые, ароматные. И многие занимались пасекой. Вот я думаю, может, меня оттуда и потянуло на пасеку. Гены эти передались. И вот с тех самых первых-первых времен все жили здесь. Никто не уезжал. Да, они захоронены здесь все. Вот эти вот деды, которые первые приехали, все похоронены в Мирзаках и в Кандаве. По данным последней переписи, русских в Каракульжинском районе осталось менее 0,1%. В самом поселке живут две семьи. Владимир Петрович с супругой Анной пытались уехать в Россию. Купили участок земли в Липецкой области. Начали строиться, но все бросили и вернулись в Каракульжин. Желания перебираться в Россию больше не возникало. Я думаю, что там лучшего не будет. На новом месте не прирастается старое дерево. Еще одна точка на карте в Ферганской долине – Кызылкиян. Семья Золотаревых. В епархии решили, что именно здесь должен служить отец Анатолий. Священников из Центральной Азии в Россию переводят крайне редко. Бывает, что они служат здесь поколениями. В этой квартире ощущаешь себя, как в салоне 19 века. Здесь, на мой субъективный взгляд, в классах в основном дети приходят даже с небольшим знанием русского языка. И основное внимание учитель уделяет, особенно первый год, только тому, чтобы научить их русскому языку в русской школе. И получается, что русские дети как-то в этот момент теряют свое время. Думали отдавать в школу, не отдавать. Решали. Но потом решили, что попробуем сами дома. Берем в школе учебники. Советуемся с педагогами. Нам дают программу, нам дают задания. Объясняют, по каким принципам должно проходить обучение. Мы стараемся этого придерживаться, дома занимаемся. Каким бы вы хотели для них будущее? Ну, для детей, чтобы они выросли людьми, чтобы быть полезными людям, чтобы приносить благо Родине и народу. Под Родину вы что подразумеваете? Родина, как такое святое, великое понятие для нас, это, конечно, Россия. Хотя всю жизнь прожил в Средней Азии, я все-таки остался русским, люблю свою Родину. И для меня другой Родины нет. Для моих детей тоже. Уля, ты о чем мечтаешь? Ну, чтобы когда вырасту, отправиться в путешествие, например. Мечтаю обойти вокруг света. Ну, а в какую страну ты первый поедешь? В свою историческую Родину. Это куда? В Россию. Ты там не был? Не, ни разу. А хочешь побывать? Очень хочу. Там что-то такое, чего нет во всем мире. Что-то особенное. Ой, Рябина, Рябинушка, кто сгрустнул, а ты... Сюлюкта. Город на краю мира. Где-то рядом с границами трех государств. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Несколько лет назад на деньги русских соотечественников здесь открыли дом престарелых. Сколько здесь сейчас? Людей 13. Вот еще один придет в понедельник. Он уходил, он поболезнен. Ждали, умрет, он ожил. У них лучше. Хоть у таджиков, у киргиз, у узбеков, у туркмиров. Они все равно стариков больше уважают и любят. Тяжело, когда старик вот здесь один? Ой, знаете, как тяжело. В чужой стране, в чужом мире. Очень тяжело. У нас была... С Катамжа ее привезли. Когда муж умер, ее забрал сын Ярославль. Такая женщина хорошая. Ну, приятная такая. Она уехала туда, и там сноха с ней не поладила. Она год-два прожила. И вот она приехала сюда и рассказывала. Я, говорит, когда приехала в Катамжай, в Россию, легла, говорит, на землю и целовала землю. Потом сын письма писал, конечно. Мама, прости, мама, прости. И мама ушла. Хотел истребительную авиацию. Тогда появлялась. Ну, а в возрасте подошел, и пришлось мне ехать. Сестра здесь была. И она предложила, говорит, горный техникум будет. Думаю, в горах, значит, там недалеко и небо. А, оказывается, самые глубокие шахты. Хотя русскоязычного населения в Сюлюкте уже почти не осталось, здесь следят за русским кладбищем. Прошлое поселка неразрывно связано с добычей угля. Среди шахтеров было много русских. Об этом здесь знают и помнят. Вот поселок, это наш, четвертый шахт. Мне приятно всегда. Встречаются, обнимают по-своему. Ну, по-мусульмански. Обнимут, целуют, как дела. Вот 30 лет я здесь был. Все прошел, тоже все. Шахту не бросал и людей не бросал. Еще одна точка на карте – Хайдаркан. И еще один промышленный объект – ртутный комбинат. Когда комбинат закрылся, уехали почти все русские. Несколько лет назад предприятие вновь заработало. Сегодня здесь мечтают о том, что, может быть, кто-нибудь из специалистов вернется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова